Ну а если у вас есть что рассказать, звоните к нам в редакцию. К другим темам. В Саратове по-прежнему не спадают высокие температуры. Несмотря на то, что синоптики обещают переменную облачность, грозу и шквалистый ветер, жара не сдаёт своих позиций. При температуре свыше 30 градусов Цельсия самочувствие ухудшается не только у сердечников, но и у здоровых саратовцев. Как жители справляются с жарой и что делать, чтобы пережить высокие температуры с минимальным ущербом для здоровья, выяснила наша съёмочная группа. Для них наступившая жара не повод переживать. Здесь, в детском парке, недавно открытый фонтан стал спасением от зноя для местной ребятни. Родители здесь же следят за чадами, но не переживают. Говорят, у самих духа не хватит искупаться в фонтане. Но для детей здесь настоящее раздолье. А вот у другого фонтана возле крытого рынка спасение в воде ищут и дети, и взрослые. Правда, специалисты говорят, купание в фонтане плохой способ охладиться. Лучше уж из бутылки облиться. Вода в искусственном водоёме циркулирует по замкнутому кругу и после купания грязь и микробы останутся на одежде и кожи. Фонтанная чаша выложена гранитными плитами, они скользкие из-за воды. Поэтому мы просто опасаемся, что горожане могут травмироваться от того, что попадает внутри фонтана. Ну и кроме того, необходимо всегда помнить, что фонтан набирает воду в определенное время и затем она циркулирует по замкнутому циклу. Это означает, что вся грязь, которая накопилась в фонтане, она там на какое-то время остаётся. Вода при жаре может помочь, говорят медики, но принимать её нужно внутрь. Высокие температуры – повод пить больше жидкости. Ну и, конечно, нужно держаться подальше от солнечных мест, особенно тем, кто страдает от давления или проблем с сердцем. Стараться побольше пить жидкости, стараться избегать душных помещений, людных помещений, обязательно стараться по возможности носить головные уборы. На улицу выходить, особенно если пожилым людям, то стараться больше после четырёх, после обеденное время. Самое пекло лучше переждать дома или в офисе, проветривая помещение. При этом синоптики пока не обнадёживают. В ближайшие выходные температура может повыситься ещё на несколько градусов. А спада жары не стоит ждать раньше, чем в начале следующей недели. Елена Петрова, Тимофей Печерский, РЕН-ТВ, Саратов.